всем привет меня зовут орех васильев это канал железные магистрали как городской трамвай может быть одновременно и наземным и подземным видом транспорта мы знаем по примеру кривого рога сюжет о транспортной системе этого города есть на канале и если искать аналоги в других странах то в качестве примера можно взять немецкий ганновер где также существует так называемый метро трам и в этом обзоре расскажу как работает эта транспортная система насколько удобно пассажирам пользоваться этим видом городского транспорта и какой подвижной состав обслуживает линии если вы собираетесь проводить ремонт в доме и ищите качественный инструмент и вы можете обратиться в салоны мастерства днепра там вы найдете огромный выбор инструментов разного профиля и техники постоянные акции скидки регулярное обновление ассортимента хочу обратить внимание на последние новинки которые вы найдете перейдя по ссылке в описании видео или заходите в салоны днепр м в вашем городе в ганновере проживает более полумиллиона человек естественно что не все жители имеют личный транспорт поэтому для передвижения по городу многие пользуются общественным транспортом к услугам пассажиров автобусной линии трамвай легкое метро и железная дорога именно о том как устроена легкое метро в ганновере я расскажу подробно эта транспортная система называется штатбан она насчитывает 12 маршрутов два из них идут за пределы ганновера в соседние города общий километраж сети составляет 123 километра обслуживает линии компания юстра оплата проезда производится с помощью билетов на разный срок действия купить билеты можно в автоматах которые стоят практически на всех остановках цена билета также зависит от количества зон я купил суточный билет за 6 евро он дает право проезда во всех видах транспорта в зоне а она охватывает почти весь город теперь предлагаю заглянуть в одно из трамвайных депо которая называется дёрен узнать некоторые технические тонкости работы метр трама поможет константин который работает водителем и также отвечает за организацию рабочего процесса линейного персонала кстати территория парка не имеет ограждения по сути сюда может зайти кто угодно однако в ближайшее время на въезде появятся ворота по словам константина сегодня трамвайный парк обновляется и постепенно в эксплуатацию запускают новые трамваи это вагоны немецкого производства линке хоффман буш они выпущены в 80-х годах в ганновере таких вагонов осталось 65 единиц ранее 27 трамваев были отправлены в будапешт где работают до сих пор на городских маршрутах а это более современный вагон такой модель выпускают совместно альстом хайтеблик кипа электрикал система управления вагоном обеспечена бортовым компьютером который отвечает за работу оборудование и маршрутное направление вся информация тут показывает если там что-то неисправно показывать здесь это техническая часть да техническая часть это вот типа для информации и могу набирать там маршрут например там выберем восьмой маршрутом и мне сейчас покажут какие как я могу ехать с вокзала до мессы но выберем будет написано восьмерка то есть это программируется для того чтобы объявлялись остановки вот тут видимо да и потом стрелки в тоннеле вот через этот компьютер в салоне также находятся камеры видеонаблюдения связь пассажира с водителем кнопки открывания дверей система кондиционирования воздуха посадочные места в вагонах расположены по классической схеме когда пассажиры сидят боком к окну там где расположены накопительные площадки и места для маломобильных пассажиров есть откидные сиденья основная часть платформ по городу высокие это означает что кузов трамвая тоже высокий но там где платформа низкие при открывании дверей откидываются ступеньки и пассажиры поднимаются салон на линии метро трамма работают в основном удлиненные составы по два или три вагона это позволяет обеспечивать большую провозную способность на платформах висит табло на котором отображается время прибытия трамвая также есть связь с диспетчером на всех остановках размещены схемы городского транспорта высокие платформы обустроенные пологими пандусами что обеспечивает беспрепятственный доступ к транспорту маломобильным людям вы наверное заметили что все трамваи ганновера двухкабинные это нужно для оборота вагонов без разворотных колец например восьмой маршрут заканчивается на подземной станции хаббанхов трамвай заезжает в оворотный тупик водитель меняет кабину и выезжает обратно на платформу подземной линии трамвая или по-другому легкого метро находится в центральной части это обеспечивает беспрепятственное движение а все под землей располагается 19 станций четыре из них являются пересадочными узлами до пересадок используются кросс-платформы или отдельные площадки пассажирам просто нужно перейти через верхний уровень и спуститься на соседнюю платформу везде есть эскалаторы и лифты как и уже говорил сеть штатбан в ганновере насчитывает 123 километра в 2023 году она должна стать больше еще на 3 километра сейчас продолжается строительство нового участка линии в соседней хемминген для размещения трамвайных путей была проведена реконструкция проезжей части по оси улиц теперь находятся рельсы и строятся посадочные платформы кстати сейчас в кадре видно как обустраивается полотно и укладываются шум изоляционные материалы между путей укладывают георешетку в которой высадят траву в качестве итога можно сказать что правильное проектирование помогает создавать удобный и комфортный общественный транспорт трамвай становится легким метро выполняя функцию по перевозке большого количества пассажиров как всегда жду комментариев по теме сюжета и напомню всем зрителям чтобы поддержать канала железной магистрали вы можете разным способом а там могут быть обычные лайки комментарии донаты репосты сюжетов в соцсетях и также обращаюсь к зрителям кто смотрит видео без подписки нажимаете кнопку подписаться тем и также поможете в продвижении и развитии канала желаю всем приятных путешествий по дороге увидимся в следующих обзорах